Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если еще этого не делали. Я вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен поселочку Лоо. Или Лоо? Маршрут перестроен. Погуляем по пляжам, погуляем по набережным. Еще я хочу вам показать, как он называется правильно, Настенька? Локский храм. Именно туда мы сейчас едем. Так что нажимайте на лайк перед началом просмотра и погнали в новый выпуск, в новый день. Немножко давайте я вам покажу, как выглядит центральная дорога. В Лоо. Настенька, побери фигу, пожалуйста. Направо Джугба, налево Сочи, откуда мы выехали. Вот она река Лоо. И здесь ведутся дорожные работы. Лоо стоит. Стоит плотно. А там уже виднеется морюшко. Так что не переключайтесь, обязательно сходим с вами к морю. Если выйдет солнышко, значит, скупаемся. Посмотрим здесь, какие заходы. Интересно, какие здесь пляжи. Мы здесь вообще впервые. Какая здесь реконструкция. Видите, видимо, что-то расширяют. Дорогу, скорее всего. Но это не точно. Может быть, строят просто какую-то развязку. Столовых, в принципе, предостаточно, если вы захотите остановиться в этом курортном поселочке. Аптеки, суши-бары, всякие вина, очки, надуважки. Много всего. Также и на той стороне тоже много всего. Это здесь платформа как раз. О, мы тут и будем, кстати, сами гулять по пляжу. Но сначала заскочим на эту крепость. У нас началась вот такая вот дорога. Я построил маршрут через навигатор. Вот, но не знаю. Едем в первый раз. Туда ли приведет у нас вопрос спорный. Потому что в горах Яндекс.Навигатор тупит. Забрались мы наверх, в горный лоун. Так, вставляем машину. Дальше только проход пешочком. Здесь есть указатель. Храм. Так, здесь даже есть туполет. Да, попробуй. Потом нам расскажешь как. Да, запах, конечно, идет прекрасно. В общем, Настенька не пошла. Говорит, там купец. Мягко сказать. Так, давайте обойду первый на разведку. Здесь, видимо, какая-то воинская часть. Все так за колючей проволокой. Так, ну подъем такой. Градусов, наверное, 25. А там начинается еще больше. Место отдыха даже есть. Видимо, для тех людей, которые идет издалека. Не так, как мы. Да. Вот видите, место отдыха. Квартал 87. Видел два. Не знаю, что это означает эти таблички. Но я думаю, что с храма откроется красивый вид на берег. Но это не точно. Если деревьев не будет. Еще одна лавочка. Что, Настенька, нормально? Точно? А то мне опять напишут, что я тебя мучаю. Это же ты сама дала согласие? Дала согласие, правильно? Да, да, да. Вот, мы, походу, уже и подошли. Видимо, он под... под реставрацией. Ну да, такая, получается, большая территория. Артем, идите за мной, пожалуйста. Туда. Ну да, видите, его, получается, уже сделали аж металлическими подпорками. Ну, почему-то вообще за колючей проволокой. Видите, как? Вот, но сюда можно, конечно, зайти. Здесь походить, здесь, кстати, людей. Вот вообще много. Эй, не кричите, это храм, все, это церковь, где боженька, не кричите. Ну, здесь место отдыха. Буду говорить тише. Тут люди сидят, видимо, какое-то здесь сильное энергетическое место. Я еще вам говорю, Артем. Приделал так по кругу аккуратно. Ну, точнее, руины, да, то, что осталось. В общем, вот так это все выглядит. Видите, здесь люди сидят, молятся, наверное. Статки храма древнего. И даже люди зажигают здесь свечки. Вот так, ребята, это все выглядит. Видите, ленточки вешают на деревья, иконки оставляют. Повсюду здесь стоят иконы. Некоторые люди подходят к стенам, прикладывают уши, голову. Ко мне иди. Реально молятся. Интересное место, мы, конечно, не ожидали. Прийти сюда и увидеть здесь стук людей и такую обстановочку, атмосферу. Самое, что интересно, есть вообще, наверное, все, кто путешествует с детьми, это когда им говоришь, не беги, не трогай, не лезь. Они все равно, лезут вообще, все равно, не слушаются, а потом сидят вот так вот, дай, и ноют. Потому что бежал оттуда и упал ногой. Царапинку. Царапинку сделал себе и все. И вот... Вообще... В общем, спускаемся с вами к набережной, к пляжу. А еще хочу сказать, что путешествовать по бережу Краснодарского края одно удовольствие. Вот так вот, просто часами путешествуем на месте. Блин, пробки какие-то, я не знаю, нереальные вообще. Такая туристическая центральная улица Лоу, на которой полно всяких кафешек. Я уже говорил, когда мы ехали в ту сторону. А сейчас здесь просто будем ходить гулять. Здесь есть даже торговый комплекс престижки по торговый центр, железнодорожные пути. Нам нужно будет перейти сейчас на ту сторону и пойдем с вами на пляжи. Аптеки. Слушай, так много здесь аптек. Здесь, в общем, начинаются такие туристические палатки. Много-много всего. Так, рынок прям такой даже, я бы сказал. Нам сюда, Артем. Артем, нам сюда. А мы будем двигаться дальше. Отель Атола. Кто здесь отдыхал, пишите, как вам. Муторно ли ходить до моря по всяким переходам. Интересно будет. Изучить, я думаю, многим, кто соберется отдыхать. О-о-о. Так, здесь, кстати, видимо, тоже готовят палатки. Будут. Так, а как попасть на море? Главный вопрос. В общем, нам нужно, оказывается, попасть на Азовскую улицу. Вот так вот по карте. Вот сюда нам нужно. И оттуда мы уже сможем попасть на пляжи. На улице, кстати, хочу обратить внимание ваше. Есть туалеты. 15 рублей стоят. Вот, как ориентир. Вот здесь они находятся. Еще, кстати, на этой улочке есть рынок. Называется он Южный базар. Но он какой-то очень прям полупустой. Ладно, решили мы все-таки зайти посмотреть эту обстановку. Ну да, что-то вообще пустенькое. Проходи, ждем. Лук по 35. Ну вот ценники, смотрите сами. 180, помидорки. 250, 130, клубничка. Ну такие ценники. 60, картошка. В общем, мы наконец-то нашли вроде как нам пройти на пляж. Тут ведется такая стройка. Вот, и нам нужно пройтись, получается, ход с ЖД путями. И все, и мы как бы попадаем на пляж. Возможно, там сейчас какая-нибудь набережная будет. Не знаю, мы здесь первый раз. Мы вместе с вами будем обозревать все это дело. Как тут грязно, а? Да, Темка? Вот мы заходим. Мне, конечно, тут нравится эта тема, что вроде как бы безлюдная. Видно морюшко. Ну сейчас будем дальше проходить. Смотрите, вообще сюда вроде как можно заехать. Вот там стоит шлагбаум. И как бы типа въезда нету. Так, ну вот уже люди видны. Но мне кажется, это все больше такие здесь. Начинаются дикие пляжи. Есть вот гостевые домики. Мы, кстати, вот в этом вот доме хотели изначально снять жилье. По-моему, пирс он называется тоже через букинг. Но не стали, что-то нам не зашло. Речка. О, впадает. Так, ну что. Вот такие тут пляжики. Ну, я так говорю, да, такие типа дикие местечки. Можете же перебраться через реку и отправиться в ту сторону. Но море, посмотрите, какое здесь чистое. Вот. Кто давно за нами следит, сравните море. В Амеретинке, в Адлере. И посмотрите, какой здесь. Правильно это называется штуковина. Эллинги. Вот кому интересно. Вот они на букинге есть точно. Потому что, я говорю, мы хотели забронировать. Ценность, конечно, бомбическая. Вот у вас номер. Вы вышли. И вот уже у вас здесь море. Да. Заход, конечно. Не знаю, не каждый вообще зайдет. Крупные камни. Здесь вот так вот оборудованы такие лавочки. Можно посидеть. Но все равно. Ценность возле моря, она, конечно, значимая. Вот так вот по лесенке. Тык-тык. Кулак спустился. Вообще узкий. Его даже и нету, можно сказать, пляжа. Его я представляю здесь, как зимой волна бьет. Ну, после этих эллингов начинается вот такая, ребятки, набережная. Здесь, конечно, наверное, все вот эти палатки откроются. Единственное, что у меня такой вопрос. Почему нет пляжей? Почти вообще нет пляжей. Где здесь пляжи? Да, вот есть вход на пляж, а его как бы смыло. Кто в курсе, почему так тут? Пишите в комментах. А вообще широко, но очень пусто. Вообще никого нету. Красота. А, как тебе, Настя? Странненько. Странненько. Вообще, да, правильно. Вот второй заход на пляж, он закрыт. Вот видите, так просто лестница и все. А пляжа-то? Тю-тю. А пляжа-то нет. Пока вот даже детские аттракционы все закрыто. Только все готовится к открытию. Не знаю, может быть, с 1 июня все откроется, не знаю. Это какой-то отель, там вот тренажерный зал вижу наверху. Летнее такое кафе играет, видимо, здесь по вечерам живая музыка. А тут ребята вот улучшают набережную. Есть такая столовая, быстро солнце. Мы, наверное, в какой-нибудь тоже зайдем, покушаем. Посмотрим на цены, на качество еды. И вот еще один вход, тоже проход запрещен. А дальше набережная, ребята, вообще все, перекопано. Туда, походу, даже и проход закрыт. Сейчас давайте подойдем. Ну да, там, видите, все вообще. Только как-то можно дальше туда перебраться. Люди вон купаются. Но тут вот так вот. Жаль, конечно, было бы здорово, если здесь была бы возможность в пляже купаться. Музыка. 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 Вы знаете, вот часто спрашивают, а типа, а стоит ли снимать жилье заранее, либо лучше по приезду, вот мы всегда пользуемся такой темой, что типа мы приезжаем, смотрим район, а потом уже снимаем. Вот сами прикиньте, вот вы взяли, сняли здесь какие-то номера, приехали, а у вас нету даже пляжа, понимаете, купаться негде, то есть куда-то либо, я не знаю, ходить, либо ездить, но вот мы сколько ходим, видели, да, по набережной, то нету, и все закрыто-перекрыто, может быть, прям в самый сезон здесь что-то придумают, но пока как-то так. А вот, значит, продолжение начинается набережной, то есть мы обошли там стройку, да, там укладывают, да, и попадаем уже на культуреную часть набережной. Не знаю, есть ли здесь пляжи, давайте посмотрим, да, а вот тут уже пляжи есть, то есть понимаете, да, вот в той стороне их вообще нету, то в этой стороне они есть, осталось только понять, как туда спускаться. Ну, море здесь вообще классное, очень чистое, вот еще пошли эллинги, то есть вот в этих всех гостевых домах можно снимать жилье, у меня есть такой балкончик. Тем, стой! Это такой по-прилечный, да? Да, так, прикольненько, вот, и тут людей, конечно, побольше. Значит, спускаемся и попадаем, ребята, на пляж. Здесь такой необычный спуск. Так, так, как-то он, наверное, называется, нет? Желтый флаг, у Пани разрешено, черный флаг, у Пани запрещено. Нет, как этот пляж называется, не подскажу. Видимо, какой-то муниципальный. Детвора уже наши побежала. Ну что, народу прилично. Опа! Цвет моря, великолепный вообще, просто классный. Настенька остановилась и посмотрела цены. Расскажи, что там? Ну, пицца, маргарита, мы просто сюда берем детям 250. А сутку с яйцом, куриный бульон там 150, куриная лапша 130, борщ 150. Берем тебе память. А потом... Или ты придумываешь? Нет. Ну, в общем... Ну, короче, сушки нормальные цены, учитывая, что вы сидите прямо вот на набережной. На море. На море. И типа, как ставятся такие самые дорогие, да, которые возле моря, прям кафе. Это очень хорошее, да, вот именно, что вот на пляже покушать. Даже к столовам у некоторых, они просто такие. Ну, что, пацаны решили искупаться, да? Да. Сейчас, когда... Пасосы отводить. Все понятно. Ну, в общем, вы поняли. Ладно, все. А, все? Все хорош, там глубоко. Вперед, ныряй. Давай. Короче, его поддерживают. Опа. Красавец, Тёма. Ну, все, Тёмке лайк, однозначно. Ну, что, холодная? Холодная, да. А ты? Нет. Нет. В общем, сидел, долго думал, искупаться, не искупаться. Вода какая-то прям, прям прохладная. Но, с другой стороны, такая традиция у нас с вами, что я всегда купаюсь. И плюс ко всему, когда еще я покупаюсь в Лоу? Неизвестно. Поэтому давайте быстро ныряем, как говорится, и выходим. Один, фу, два, три. Слушайте, а знаете, чем классные здесь еще пляжи? Тем, что тут песок. Давайте я вас сейчас просто туда окуну, а вы посмотрите. А вот тут уже начинается галька. Видите? Ну, все, теперь я пошел сохнуть, а дальше надо что-нибудь седое придумать. В общем, мы начнем из столовую. Вот по ценам. Смотрите. И вот. Вообще, все очень чистенько, аккуратненько. Мы, конечно, как всегда... Ну, дорогой хлеб. А нам сколько у нас хлеба? Ну, больше, конечно. Я штуки три съем. Вот такая нормальная. Пицца, сочники. Что хочешь, возьми, взять, смотри, чтобы... Компотики. Компотики? Да, возьми один. Ну, возьми два, я один тоже съем. Так, салатики. Давай я по-насу, что-то типа пыли. Да, порции, конечно, салатов вообще. Ладно, давай. Да нет. Добавь в пользу сок. Ну, все же, двигай. А, суп, да? Котлетки, котлетки. И вот гарниры, смотрите. Ну, минимум порций, конечно, но смотрится все свежее, не заветрено. О, могу вот такие супчики кушать. Ну, и, конечно, я покажу, что мы взяли детям. Рисовые супы. Хлеб, лосочник, компот, чай. Нам грибной суп. Настенька взяла из себя еще блинчик с мясом. И все это вышло, ребята. Та-дан. Слушайте, ну, всего лишь на 574 рубля. Я думаю, что это вообще недорого. Ну, по ценам. Все, будем кушать. Нам приятного аппетита. Вот такой вот автобус у нас с вами получился. Вот такой вот лоу и льво. Как вам пишите в комментариях. Мы едем дальше. Нам еще предстоит вот такая вот долгая пробка. Люди здесь стоят. Машины даже уже многие заглушили. Кто-то из автобусов уже вышел. Видите, ну, что нет смысла стоять в автобусах. Быстрее, быстрее дойти пешком. Ну, в общем, нам удачи. А с вас подписочка и лайк выпусков. Пока.